коллеги всем здравствуйте жду когда вы присоединитесь и будем начинать сегодняшний эфир он будет посвящен укреплению натуральных ногтей эта тема действительно очень интересный важный и сегодня мы будем с вами как раз смотреть несколько мастер-классов и ногти максимально короткие и здесь мы с вами поработаем с жесткими материалами будем использовать с вами как гели так и ультра жесткие базы естественно запись этого эфира также у нас сохранится поэтому если вы сейчас не можете посмотреть то его можно будет пересмотреть записи и также хочу вам напомнить то что сейчас на нашем сайте проходит акция у нас действуют скидки абсолютно на все категории товаров в том числе и на новинке наши жесткие гели хард да также на ультра жесткие базы сейчас действует скидка поэтому это отличная возможность приобрести продукцию по выгодным ценам также вы можете использовать наши промо-коды для того чтобы скидки увеличивать мы естественно размещаем их всегда на своих страницах поэтому не стесняйтесь использовать их для того чтобы получить продукцию по еще более выгодным ценам ну а мы с вами начнем и посмотрим давайте на работу с гелями классическими до жесткими здесь мы сами в основном будем работать с линейкой гели хард мы эту линейку выпустили не так давно и ее обновили совсем недавно да у нас до этого как раз появился сначала вот такой вот классный гель желе натурального оттенка сейчас покажу как раз как он работает давайте сейчас сначала на него посмотрим видите абсолютно никуда не растекается классическое желе такое да цвет максимально натуральный то есть здесь вот такой вот красивый бежево-розовый камуфляж вы можете использовать его для моделирования как на нижних формах так и для достраивания например объема недостающего для понять поднятия клюющих ногтей без использования каких-либо дополнительных приспособлений как то верхней формы потому что он отлично держит каплю естественно но и на верхней форме он просто будет незаменимым вашим помощником если у вас не получается работать на верхних формах с более жидкими материалами с полигелями не хочется например работать либо хочется попробовать что-нибудь новенькое так скажем да то как раз вот такой вот гель желе он отлично вам подойдет он тоже естественно участвует сейчас в акции он у нас в двух объемах продается 15 и 30 миллилитров для того чтобы попробовать 15 миллилитров отлично подойдет а если уж вы войдете во вкус так скажем да то 30 миллилитров это как раз хороший объем для вас я вот очень часто пользуюсь потому что мне как раз нравится что я могу им достраивать и поднимать клюющие ногти и в верхней формы я тоже его очень часто используем и так давайте мы теперь чтобы не быть голословными да сразу посмотрим его на практике видите ногтевая пластина в принципе не очень длинная немного клюет ноготь на даже на видео это не так видно но в жизни конечно если просто выравнивать обычно этот ноготь он смотрится не очень красиво при отрастании начинает сильно клевать несмотря на то что кстати в мизинец и в данном случае вы видите что я работаю гелем hard именно на свободном крае я поднимаю свободный край и здесь мне не надо спешить так скажем да я спокойно им работаю потому что в данном случае он хорошо держит объем он никуда не падает и мы сразу сможем с вами смоделировать максимально четкую форму и заполимеризовать ее если хотите можете фонариком прихватить сначала вот для верхних форм которые обычно используете и вы видите насколько свободный край поднялся причем ну честно говоря для меня им для меня работать с этим гелем легче чем работать с полигелем честно говоря не очень люблю их потому что нужна специальная жидкость нужно их выкладывать кисточка все равно немного прилипает к этим материалам поэтому вот для меня все таки оптимальный вариант это гель желе и вы видите что здесь у нас не хватает уголка можно подставить верхнюю нижнюю форму да можно под сделать верхней формой но я решила здесь вам показать именно работу с гелем желе что можно вот так вот и по воздуху тоже надстраивать так скажем да недостающий уголочек здесь я все это делаю в два этапа и сделала быстренькую промежуточную полимеризацию при помощи портативного фонарика чтобы не тратить время на то чтобы в лампу поставить ручку клиенту буквально 10 секунд он прихватывается хорошо дальше вы работаете наслаиваете второй слой и все потом вместе полимеризуйте в лампе и с этой стороны тоже пожалуйста посмотрите да не хватает уголка все-таки здесь майкленка предпочитает квадратную форму ногтей поэтому я стараюсь стараюсь конечно же все это делать максимально быстро и вот используем для быстроты этот гель так татьяна вижу ваш вопрос сколько по времени будет такая работа с маникюром и покрытием в один цвет я два с половиной часа или три часа делаю такую работу это очень долго татьяна до обязательно сейчас как раз обсудим ваш вопрос сейчас как раз закончу мастер-класс и поговорим про скорость работы это потому что очень очень важно здесь я пока делаю укрепление основной уже так скажем основной объем выстраиваю и для этих целей я использую ультра жесткую базу это оттенок номер 68 из нашей новой коллекции очень красивый нежный цвет видите нежно-розовый с золотистым шиммером классно смотрится не только на новый год кстати да потому что шиммерные оттенки в принципе вот в этом году есть такой тренд в косметике в целом да на шиммер на блестки поэтому обратите внимание что касается большого пальчика то здесь я соответственно опиливаю форму да потому что здесь все таки я добавляла больше объема и здесь без этого не обойтись конечно же изнутри потом мы немножечко с вами все выпили но что касается опила формы гель легко пилится пилка 180 грит отлично для него подходит и конечно же после этого я также могу сделать здесь укрепление да при помощи ультра жесткой базы сверху опять же вы можете выполнять укрепление и ультра жесткими базами и классическими гелями жесткими как раз сегодня мы в stories рассказываем вам про наши цветные гели пинт мелкий колор если вам интересна именно тема больше гели то можно как раз их использовать в работе ультра жесткую базу также можно совершенно спокойно опиливать она отлично подходит для моделирования да это материал такой очень классный универсальный и естественно здесь я опиливаю свободный край потому что мне надо получить четкую форму опиливаю боковые поверхности и затем произвожу не небольшой опил именно по всей поверхности ногтевой пластины для того чтобы создать все таки максимально такую красивую форму и естественно наша ноготь приобретает уже другие очертания потому что все таки именно клеющий свободный край особенно при отрастании смотрится не очень симпатично поэтому конечно же лучше дополнительно провести вот такой вот так скажем такой опил да и дополнительно поднять свободный край чтобы получить максимально красивый результат опил быстрый то есть я старалась выложить материал так чтобы его в принципе особо не опиливать но здесь нас толщина естественно появилась и мы спокойно с вами и выпиливаем при помощи обычной фрезы трудославной здесь мы можем сами делать максимально тонкий торец потому что у нас сами здесь два жестких материала это во-первых гель hard он очень жесткий в тонком слое он не ломается в отличие от классических гелей поэтому он конечно же отлично это все выдерживает ну и ультра жесткой база на естественно тоже не ломать поэтому вот эти вот супер тонкие торцы которые сейчас так любят показывать всем до в соц сетях вы можете спокойно с этими материалами делать и у вас все будет просто отлично немножечко я смягчаю уголки да здесь мы все-таки мягкий квадрат делаем потому что в данном случае конечно же с уголками четкими такими но неудобно в жизнь да поэтому мы их если я их если оставляю то для фото а потом я их убираю да и вот честно признаюсь вот я не оставляю никогда такие углы своим клиентам да тем более что им и неудобно с такими уголками ходить а что касается вот как раз большого пальчика то здесь конечно же я также выпиливаю толщину до чтобы все выровнять чтобы она смотрелась максимально хорошо вот и после этого можно уже конечно же завершать работу да и перекрывать все топом если не планируется никакой дизайн то есть вот эти материалы они максимально простые в работе что касается и выпиливание изнутри конечно же чаще я использую более тонкую фрезу но к сожалению меня вот оставался только такой вариант да но я решила его попробовать попробовать его и в данном случае я работаю топом топом go это топ без липкого слоя и у нас получается вот такой вот очень симпатичный результат камуфляж прекрасно смотрится прекрасно отрастает и вот сейчас как раз покажу его поближе как он выглядит мне безумно нравится вот этот золотистый шиммер он просто восхитительный и в сочетании с нежно-розовым оттенком он конечно смотрится просто потрясающе для любителей блеска он очень хорошо как раз подойдет да для тех кому не нужен такой супер яркий блеск это очень очень классно выглядит вот так вот покажу вам немножко подальше как основа для френча хорошие варианты и конечно же у меня вот этот цвет прям один из фаворитов был перед новым годом да и после меня многие просят его и так давайте мы пока сейчас прекратим публикацию и я отвечу на вопросы как раз которые есть так сначала как раз отвечу на вопрос о том какая подложка под этим гелем мы всегда используем наши базы для гель-лака это может быть база биоткоттон эластичная база да также база латекс суда также подойдет база которую мы выпустили в линейке ультра жестких ультра жестких баз это степ ван да это тоже эластичная подложка то есть любая база для гель-лака эластичная суда подойдет под эти гели и также вы можете взять например базовый гель из системы для моделирования ногтей там конечно же тоже выпускает то есть все материалы которые именно служат для адгезии да для создания адгезии потому что если мы сами говорим о классическом гели естественно там не содержатся компоненты которые будут влиять на адгезию материала и в данном случае конечно же база такая нужна поэтому выбираете любой в нашей линейке вот все базы которые подходят для гель-лака они подходят и для этих систем то есть у нас все максимально универсальное и вернусь к вопросу татьяна о том сколько времени будет занимать такая работа так вы выполняете такую работу за два с половиной три часа для того чтобы проанализировать где вы теряете время да это очень важно сделать я бы вам порекомендовала взять секундомер и каждый свой этап на секундомере зафиксировать только то есть сколько времени вы тратите на какой-то в сколько времени вы тратите на снятие на опил формы на маникюр и проанализировать все вот эти значения то есть обязательно посмотрите где вот какой этапа занимает больше всего времени и конечно же потом стоит на него обратить внимание если например долго времени много времени занимает снятие да то вы можете как-то поработать с этим пересмотреть схему снятия старого покрытия возможно стоит поменять фрезу на например удобную форму до более удобную форму возможно в принципе фрезу стоит поменять потому что она немножечко притупилась либо вы используете слишком мягкие фрезы стоит взять например не с красной а синий насечкой не синий от зеленый если вы уверены пользователь уже да так скажем то есть банальные такие вещи как например увеличение скорости все это может повлиять как раз на скорость вашей работы и я вам рекомендую вот так вот поработать с каждым этапом для того чтобы разобраться в этом и соответственно потихонечку время своей работы уменьшать то есть принципе полтора-два часа для такой работы с однотонным покрытием без дизайна это хорошее время кто-то быстрее справляется я могу сказать что я вот быстрее не справляюсь несмотря на то что у меня опыт 12 лет но я сейчас не так много работаю с клиентами то есть я не работаю на потоке поэтому конечно же мне скорость упала я тоже могу так подольше поковыряться но опять же мне не подгоняет другой клиент поэтому понимаете мне не надо быстрее работать вот а вам я посоветую вот так вот сделать у нас кстати есть отличный курс в нашей московской школе форсаж он направлен на то чтобы как раз поработать со всеми вот проблемами которые влияют на скорость работы начиная от снятия покрытия заканчивая выравниванием и так далее до нанесением цвета поэтому если вы например находитесь в москве в подмосковье вам хочется поработать не самостоятельно с преподавателем потому что все-таки мнение другого человека который видит вашу работу со стороны она очень тоже помогает исправить ситуацию я вам очень рекомендую пройти этот курс тем более он однодневный то есть вы не тратите много времени на учебу и кожи действительно очень классно поможет вам ускориться но вот со своей стороны могу вам предложить пока вот с этого начать до для того чтобы понять в чем же собственно проблема ну а мы с вами продолжаем и я еще подготовила для вас несколько мастер-классов тоже будем работать с короткими ногтями и у меня была такая небольшая работа так скажем новогодний еще дизайн предновогодний да хотелось много блесток хотелось какого-то градиента и вот здесь я решила поработать с крупными блестками смешала их с ультра жесткой прозрачной базы это оттенок номер один удобно с ним работать он такой классный для замеса с блестками он просто отлично помогает нашла у себя в закромах вот такие крупные блесточки симпатичные и мы решили сделать небольшой градиент в качестве второго оттенка я буду использовать ультра жесткую базу голубого цвета так как это было как раз от начала зимы хотелось уже чего-то такого зимнего блестящего и поэтому мы вот такое вот традиционное сочетание решили сделать в данном случае у нас ультра жесткая база будет выполнять как раз и роль очень хорошего материала для укрепления коротких ногтей потому что все таки с такими материалами проще до сохранить даже небольшую длину и они комфортнее для клиентов чем эластичной базы здесь я немножечко длины оставил для того чтобы потом опилить на и чтобы получить уже небольшую толщину на свободном крае чтобы материал не сходил полностью на нет и сначала тоненько нанесла ультра жесткую базу и затем ее немного растушевала кисточкой для градиента ну и дальше я могу уже на две трети ногтевой пластины наносить этот цвет до более плотно его уже моделировать и потом делать более такой вот мягкий градиент как видите здесь я не спешу я специально не ускоряла скорость своей работы чтобы вы видели что я работаю не быстро и при этом материал все-таки несмотря на то что он как вы видите не густой он никуда у меня не убегает заполимеризовала в лампе в течение одной минуты на режиме пониженной мощности и здесь нам захотелось сделать чуть больше блесток и за счет этого еще как раз у нас будет такой более плавный переход цвета а вот ну и в принципе захотелось так вот прям уж блестеть так блестеть что называется вот поэтому добавляя второй слой блесточек хотя можно было просто сначала сделать растушевку голубым цветом потом уже сверху добавить блестки но я себе по-другому немножко видела сначала вот а потом клиент сказал что надо бы побольше блесток нанести ну и собственно вот поэтому второй слой появился поэтому здесь вот немножко так скажем можно было поменять работу опилила свободный край чтобы он был почетче да немного сделала опил по форме и добавила самый простой стемпинг очень кстати классная такая пластина мне она понравилась не знаю к сожалению производитель потому что покупала на алиэкспресс и собственно вот такой вот результат получился видите длина небольшая форму захотелось вот именно такую сквуовал потому что неудобен четкие квадраты и естественно я иду всегда навстречу своим клиентам понятно что четкий квадрат да он здесь бы смотрелся очень красиво но в данном случае мы решили сделать форму такой вот как как хочется так скажем да и в данном случае у нас получился вот такой результат то есть как раз здесь максимально все просто максимально простой дизайн как вы видите но он очень быстро легко делается у вас получается одновременно и градиент и укрепление жестким материалом и блестки и сразу же стемпинг то есть на эту работу вы тоже много времени не потратите но при этом сделайте хороший результат и еще чтобы мне хотелось вам показать я как раз вчера выполняла эту работу у нас была такая ситуация что сломался один ноготь после нового года это нормальная ситуация вот и надо было восстановить свободный край и сделать хотелось чего-то такого после новогодних дизайнов хотелось чего-то максимально спокойного здесь я буду работать уже с верхними формами подбирая верхнюю форму таким образом чтобы у меня был небольшой запас чтобы у у меня форма не стояла максимально плотно к ногтю иначе у нас просто некуда будет материалом собственно распределяться так скажем и свободный край я решила как раз восстановить при помощи геля желе hard как я уже говорила я безумно люблю им работать это мой фаворит смотрите какой у него красивый натуральный оттенок когда вы выкладываете его тонким слоем до верхнюю форму мы получаем в принципе на то свободный край такого натурального оттенка похоже наш немножко на наш гель silicon natural но он чуть более желтоватый вот а этот оттенок вот все таки он такой более бежевый так скажем ставлю с отступом так как здесь я буду моделировать основную уже основной архитектуру другим материалом и прошу свою клиентку зафиксировать верхнюю форму в течение пяти секунд при помощи портативного фонарика все она немножечко посветила и смотрите верхняя форма у меня никуда не двигается а изнутри материал еще у нас не заполимеризован это очень удобно потому что вы сейчас можете убрать натеки которые у вас есть около кожи как раз около валика и в данном случае отлично подойдет обычная апельсиновая палочка у ларисы льиной есть на страничке такой подробный мастер-класс где она рассказывает и и в данном случае у нас как раз получается вот такое вот моделирование да мы сразу с вами создали красивый свободный край и нам останется только архитектуру сделать так подскажите цвет геля как он называется это гель hard я сейчас как раз вот пока держу его в руке видите сверху на моем маленьком видео он как раз показан вот и сейчас закончу мастер-класс и прямо его вам еще разочек в баночке покажу опиливаю свободный край естественно потому что здесь длина небольшая поэтому я убираю так много выложила честно признаю запаса вот потому что боялась что не хватит у меня такой есть такая проблема теперь опиливаю бортик я не использую фрезы чаще всего для этого я опиливаю пилкой но если где-то нужно фрезой конечно же я беру либо конус либо как раз такую вот тоненькую фрезу и выпиливаю все основном пилками работу этого будет достаточно пилка кстати 180 грит отлично пилится этот гель естественно у меня сейчас будет толщина на свободном крае это нормально вот и вот как раз после того как я ее выпилила у меня вот так вот уже такая архитектура получилась беру вот такой вот красивый оттенок это замес мой это наша ультра жесткая база номер 37 такого красивого нежно-розового холодного оттенка смешанная с оттенком номер 66 это серебристые блестки на прозрачной основе и получается просто фантастический цвет у меня уже два человека за два дня сделали этот оттенок потому что всем после нового года чего-то хочется такого нейтрального и здесь как раз вот этот оттенок он отлично подходит под запрос и смотрите как он классно ложится во первых и при этом у нас с вами получается очень красивое такое нежное сияние поэтому кстати наши ультра жесткие базы вы можете перемешивать друг с другом и получать новые оттенки они отлично дружат друг с другом поэтому сейчас у нас в палитре 70 цветов но вы можете их сделать еще эту палитру можно сделать еще больше так вижу вопрос про верхней формы сейчас постараюсь вам найти как раз может быть видео с ними потому что к сожалению у меня вот прям рядышком верхних форм нету но покажу вам если найду я думаю что у меня есть такая возможность потому что мастер-класс есть перекрываю все топом без липкого слоя и собственно вот у меня такой результат получился что касается верхних форм то у нас миндалевидные верхние формы но подойдут они для короткого квадрата и сейчас пока буду искать видео с верхними формами потому что я совсем недавно так и сейчас я постараюсь его найти потому что у нас как раз вышли вот он здесь я как раз показываю работу с новыми гелями hard это hard pink и hard white для выкладного френч и здесь как раз будут сейчас верхние формы поэтому дождитесь вот и и сейчас как раз покажу оттенок геля hard тоже такой вопрос был посмотрите максимально натуральный гель желе hard найдете его во вкладочке гели если вдруг не найдете напишите нам директ мы вам ссылку отправим на гель но он вот вы открываете на сайте гели и вы сразу увидите его поэтому он в первых рядах вот поэтому его не сложно будет отыскать вот этот гель желе вот такой густое в одном оттенке поэтому вы не ошибетесь и вот на баночке будет написано гель hard вот сейчас он тоже кстати на скидках поэтому можете его приобрести вот такие верхние формы как раз отвечая на ваш вопрос миндаль вы видите классический для короткого квадрата тоже хорошо подойдут размеры у нас естественно стандартные всегда и в данном случае как раз вот вы можете посмотреть постановку верхних форм да я тут подбираю как раз сначала беру самые самые большие верхние формы это номер ноль но в данном случае подходит поменьше хорошая арка у них то есть они не плоские как вы видите они подойдут и для арочных ногтей для более плоских мы постарались вот выпустить сейчас такую максимально так скажем максимально ходовую форму до которая подойдет и в данном случае я буду еще использовать и наши вкладки для френча если вас вкладки для френч интересует то они вместе с формами продаются у нас до сих можно отдельно купить и можно прям в наборе с верхними формами купить если любите выкладной френч что как раз они вам отлично подойдут примеряю форму смотрю на как раз длину того что я хочу сделать до длину свободного края какая у меня будет и в данном случае беру гель желе хард white это тоже как раз новинка в нашей линейке гели хард гели желе хард white и хард пинг они как вы видите не такие густые как третий оттенок который я уже показывала сегодня в мастер-классах мы их сделали для того как раз вот более такими податливыми в работе чтобы они быстро выравнивались но тем не менее они не рассекаются то есть это все таки не такие вот жидкие гелия поэтому как раз мы их отнесли гелем желе вот как раз гель хард пинг видите тоже да ну он будет конечно сейчас потихонечку течу вниз потому что он все таки более такой вот жидкий по сравнению с классическим желе но тем не менее его можно отнести наверное к таким тексатром нам материалом до которые более подвижными становятся когда вы работаете кистью вот я сейчас кисть не ставлю и видите он практически никуда мне не убегает удобно с ними работать на верхних формах ну давайте я уже раз запустила этот мастер-класс мы сейчас его посмотрим потому что вы как раз увидеть насколько они комфортны в работе видите я начинаю гелем работать и он такой становится более податливый он уже так и хорошо распределяется и выравнивается все-таки классические гели желе густые но вот так не выровняется да хочется чтобы изнанка была тоже красивая и в данном случае как раз вот эти гели они отлично справляются если вы любите укреплять моделировать классическими гелями если все-таки ультра жесткие базы вот но пока вы не хотите их использовать например укрепление ногтей хотя взять на попробуйте это сделать вот как раз вы можете вот поэкспериментировать с этими гелями они классные сначала выложила тонкую подложку для того чтобы зафиксировать вкладку для френча и затем добавляю объем до уже немного побольше добавляет для того чтобы толщину получить свободного края и в данном случае сразу его выкладываю таким образом чтобы мне прям было по минимуму что пилить да это тоже очень важно потому что на это мы тоже тратим много времени здесь видите у меня немножечко такой есть небольшой натек на вкладку мы его сразу с вами убираем чтобы у нас линия улыбки была чистенькая и полимеризуем в лампе в течение 30 секунд гель белый плотного оттенка но он отлично полимеризуется вот в слое до 1 миллиметра поэтому здесь даже вот не переживайте да у вас он полностью будет запульмеризован далее аккуратненько при помощи апельсиновой палочки я убираю то что мне не нужно легко гель убирается многие спрашивают как вот это так делать чтобы было аккуратно чтобы ничего не никуда чтобы не выпадал френч вот просто не надавливайте на верхнюю форму и у вас все обязательно получится потому что у меня тоже была такая проблема сначала потому что я очень старалась но потом поняла что чем меньше сил я прикладываю тем лучше и смотрите сразу апельсиновой палочкой я подчищаю линии улыбки тоже очень легко гель весь отходит то есть никаких проблем вообще у вас не будет вы прям аккуратненько так вот убираете у вас линии улыбки сразу четкой получается и смотрим с вами видите еще иногда вот такие хвостики у нас остаются там совсем-совсем тоненькие их лучше сразу убрать выдирать их не надо рукой вот и сейчас попробовал видите не получается и можно это сделать при помощи ножниц либо например старых кусачек то можно и не старых можно тех которые у вас используются я так делаю честно вам скажу вот и после вы как раз уже можете перейти именно к выкладке ногтевого ложа непосредственно для этих целей буду брать как раз hard pink на оттенок вот этот который вам показывала вот он как раз поближе очень классный цвет мы его сделали максимально универсальным оттенок красиво он похож на нашу ультра жесткую базу 38 цвета вот и цвет у нас такой очень популярный поэтому мы постарались вот этот гель приблизить к оттенку ультра жесткой базы ну потому что он действительно классно подходит под любой тон кожи и под более светлой кожи более темная в данном случае я сначала беру небольшую капельку материала и выкладываю по линии улыбки для того чтобы как раз у меня не было никаких пузыриков в этой области потому что нам с вами важен красивый френч и в данном случае как раз вот это вот такая вот небольшой этап до который вы сейчас делаете он вам поможет в этом распределяете материал по как раз линии улыбки смотрите чтобы не было нигде пузыриков и потом при помощи фонарика портативного вы как раз можете этот этап заполимеризовать сразу же в течение пяти максимум десяти секунд будет достаточно так как раз вижу следующий вопрос если наша продукция на велберис на велберис представлена часть нашей продукции что касается новинок это верхней формы это гели хард это ультра жесткие базы то на маркетплейсах их в данный момент нет пока мы не планируем их там продавать но сейчас у нас на сайте действуют очень хорошие скидки и честно говоря цены некоторых продуктов даже приятнее чем на велберис поэтому можете приобрести у нас также у наших партнеров да можно приобрести но у них там свои акции проходят поэтому в данном случае вот могу вам рекомендовать наш сайт но если хотите например какие-то другие продукты приобрести то да на велберис мы есть мы вы можете просто набрать в поиске на на профессионал только мы продаем там свою продукцию поэтому ни на какую подделку вы ни в коем случае не нарветесь не переживайте вот и там как раз можете посмотреть что есть я пока видите занимаюсь тем что убираю как раз излишки материала но я постаралась в принципе нанести не очень много геля для того чтобы у меня изнутри не было никаких проблем убрала натеки и также фонариком можно зафиксировать чтобы гель у меня никуда не так скажем не расплывался делаю с отступом форму ставлю мне нравится такая техника то есть я не стараюсь сразу под кутикулу поставить мне проще потом немножечко как раз добавить объем в области кутикулы но то есть наши материалы не подходят для разных техник вы можете в принципе и сразу близко к кутикуле поставить верхнюю форму да завести ее и тоже получите хороший результат поэтому здесь все зависит от того как вам больше нравится работать естественно я опиливаю свободный край для начала здесь мне необходимо как раз сделать четкую форму я решила все-таки сделать такой вот не салонный миндаль да где мы убираем поднимаем все-таки нижние параллели и делаем форму такую вот классическую миндалевидную все-таки мне хочется вот приблизиться именно к форме свободного края которая обычно делается при арочном миндале вот решила вот так вот оставить и после того как я опиливала свободный край мне остается как вы видите просто немножко убрать вот этот вот вот эту ступеньку которая у меня осталась вот верхней формы и то она небольшая и в принципе я справляюсь с ней при помощи пилки ну как я уже говорила можно это все сделать и при помощи фрезы вот как раз здесь вам наглядный пример да немножечко у меня здесь вот неудобно сбоку выпиливать поэтому я это делаю при помощи фрезы все максимально удобно просто материалы действительно классно опиливаются и сейчас как я уже говорила на все эти гели у нас скидка также действует на сайте поэтому если вам хочется попробовать их то их можно приобрести вот такая у нас пока архитектура получилась и мне необходимо сейчас небольшой объем достроить в области апекса конечно же ну здесь так как все-таки изначально искусственный ноготь использовался да в качестве подложки конечно не так все это видно как на натуральных ногтях но тем не менее все равно вот вы можете заметить что не хватает немножко апекса поэтому в данном случае я как раз его сейчас буду выстраивать наношу материал очень очень тоненьким слоем это тот же гель hard pink и затем свожу его на нет к свободному краю и затем добавлю немножечко еще небольшой объем в область апекса мне просто хотелось еще вам показать именно как распределяется материал как он выравнивается да потому что этот материал тоже относится к гелем желе но и как я уже говорила когда вы начинаете работать с ним кистью он становится более податливым и смотрите как он классно выравнивается то есть вроде бы гель желе но тем не менее вы работаете как обычном геле так вижу следующий вопрос какая у меня кисть это кисть также наша это кисть к 4 вы можете также найти на сайте если вдруг не получается найти просто сейчас вот после эфира отправьте нам личное сообщение я вам ссылочки все скину очень люблю работать этой кистью именно с гелями хотя у нас есть и номера побольше пятерочка и шестерка но честно говоря мне очень нравится вот четверка работать она такая вот небольшая но для меня она вот максимально комфортная поэтому вам ее советую причем она у меня уже давно она у меня скорее года два уже вот и прекрасно себя чувствует хотя я ее очень часто использую но так как она у меня любимая вот поэтому конечно стараюсь ее использовать по максимуму вот пока она у меня в отличном состоянии и сверху естественно перекрываю свое моделирование топом топ энго это то безлипкого слоя с уэф фильтрами с очень хорошим глянцем кстати на него отлично втирается втирка вот сейчас все таки она популярна поэтому обратите внимание все втирается на него вот отлично держится поэтому можно как раз посмотреть так если наша продукция в минске к сожалению в данный момент у нас нет представителей в минске но мы отправляем в минск с деком доходят посылки очень быстро иногда вот меньше недели это занимает доставка в принципе очень комфортная и по цене у них очень приемлемые цены поэтому вот к сожалению пока представителей нет если появится будет просто супер вот мы всегда открыты к сотрудничеству с новыми представителями но пока можно заказать у нас вот и мы оперативно обычно с деком отправляем быстро посылочки приходят так все прекращаю публикацию и как раз вот эти гели я использовала в работе как я уже говорила гели желе вот и они конечно безумно комфортные классический гель желе густой оттенок такой универсальный и оттенок hard pink давайте посмотрим на них вместе видите они он более розовый чем первый и они отличаются по консистенции даже в баночке вы можете это заметить хотя вот этот гель как видите все равно он особо не течет он комфортный в работе поэтому вот всем любителям классических гелей очень советую попробовать линейку hard буду про нее еще рассказывать обязательно у нас скоро будет день открытых дверей 8 февраля и у нас также будут прямые эфиры и по френчу верхними формами по ускорению работы работе с эластичными цветными базами я буду рассказывать про укрепление коротких ногтей классическими гелями поэтому обязательно присоединяйтесь к нам совсем скоро уже да через две недели все будет вот поэтому будем вам очень рады кто к нам записался в наш московский офис естественно вас ждем у нас будет очень такая насыщенно хорошая программа и обязательно тоже эфиры все сохраним вот так вроде вам все рассказала показала я надеюсь что этот эфир был для вас полезен если какие то вопросы появляются как раз при повторном просмотре если вы смотрите нас в записи не стесняйтесь пишите комментарии под этим видео пишите нам личные сообщения мы всегда на связи всегда вам поможем ответим и также у нас напоминаю что сейчас на сайте акция проходит все что я вам показала в этом видео и вся наша остальная продукция сейчас продается и можно ее купить по очень таким привлекательным выгодным ценам поэтому обязательно попробуйте и конечно же если вы что-то давно собирались попробовать да но пока вот не решались это сделать то обычно акция это очень хороший повод вот закупить закупиться новыми материалами и разнообразить свою линейку материалов потому что естественно наши клиенты любят когда мы какие то новинки предлагаем вот поэтому обязательно присмотритесь всем большое спасибо то что были сегодня со мной в прямом эфире мы с вами прощаемся до следующей недели я думаю что следующей неделе возможно уже будет посвящена дизайну к дню святого валентина по крайней мере я так подумаю что можно такое вам интересненькое показать вот я надеюсь что моей фантазии хватит на святого валентина и всем вам желаю хорошего дня хорошего завершения этой недели всем большое спасибо за то что сегодня со мной были в прямом эфире спасибо за ваши вопросы за вашу обратную связь за сердечки которые вы ставили в течение эфира и всем до новых встреч всем пока спасибо за все спасибо за просмотр